Здравствуйте всем! Поскольку столько раз комментировал макет, то надо все-таки прокомментировать и готовый том. Вот он готовый. Во-первых, том. В том смысле, что получился кентавр этого соединения альбома и книги. Он достаточно увесистый, толстенький, твердая-твердая такая обложка. Я все беспокоился, как это будет на ощупь, что называется. Потому что в макете бумага была не та, и односторонняя печать, и какой будет именно обложка, и какой-то придаст объем, было совершенно непонятно. Но так вроде получилось. А во-вторых, что отрадно, все-таки это не 1000, не 1200, как рассчитывали сначала цену, и говорили, что даже до полутора может быть. Но все-таки получилось в рознице. 870 продается в магазине Москва на Тверской, и 900 в магазине Республика на той же Тверской. Вряд ли в регионах это будет дороже, чем в столице. Еще раз спасибо тем, кто присылал фотографии. Прежде всего, к ним это обращение. Вот это самый первый снимок, этот пацан с автоматом дозировки. Сразу видно, что он дает этой странице, какая заправдушность получается от того, что есть тем. Потому что, хоть и этот снимок цветной, но он просто передает улицу и улицу. Ничего тут особенного. И сразу же на следующей странице, вот мини-юбки, очень показательный пример. Такая сахарная фотография модели сезона. А это вот настоящее, когда лиазовский автобус, когда черненькая, беленькая, когда тут что-то в трещинах асфальт, когда хала, нет, это шиньон называлось. Шиньон, вот эта прическа и завлекалочка, выпущенная на виске. Вот, а что еще можно показать из того, что видно так на экране? Вот это разница, разница ритмов, скажем так. Вот здесь разворот, когда Бог, это смешно, это в смысле последняя хрущевская кампания антирелигиозной. Дворцы бракосочетаний, ну, чтобы, значит, не венчались, а сочетались. Вот, и эта карикатура на Богородицу ее целовал, уходя на работу. Вот, а до этого вот разворот, который такой вот насыщенный самыми разными вещами, и когда тема не одна, а четыре на развороте. Или вот очень такой даже перегруженный на, по словам дизайнеров, разворот, когда разномастные темы, разномастные иллюстрации. Вот, а потом такая вот возможность выдохнуть на теме туризма с рюкзаком. Ну, а здесь, соответственно, тоже разворот, ведь занимает та же тема. Это потому, что в 63-м ввели и разряды по альпинизму, и вообще туризм был признан как вид спорта. И в 63-м же самодеятельность написала, люди идут по свету, им вроде бы немного надо, а профессиональные авторы написали по всей земле, пройти мне в кеда. Хочется увидеть лично то, что скрыто вдалеке, а ты пиши мне письма мелким почерком, поскольку места мало в рюкзаке. Вот, и еще, может быть, покажу, вот в 68-м, когда вот тоже такая насыщенность, Гагарин погиб, первый фильм с Гойко Митичем, эти индейцы ГДР, программа «Время» началась, «Пражская весна», то есть попытка социализма с человеческим лицом. А дальше вот такая мне лично очень импонирующий такой разворот, потому что вот эта безмятежность домашнего вязания, которое на 20 лет воцарилось в Советском Союзе, о котором были чужды всякие вот подобного рода катаклизмы, это тоже важно. Еще хотел отметить, поблагодарить тех, кто прислали отклики после кончины Муслима Магомаева. Еще раз кто-то впервые, наверное, прочитал текст, который был положен с самого начала, про феномен Магомаева в 62-м году. Я тоже, кстати, его перечитывал, пытаясь понять, вот получается все-таки в такой новелле, вот на таком развороте объяснить феноменальность человека, объяснить, что это прибавляло к тогдашней цивилизации, каким это было шагом в общественном развитии. А это же тоже был герой своего времени, да еще какой. Про распространение книги в регионах. Пока все не очень понятно, потому что все это движется довольно медленно, но основные даты, которые называют в самых разных пунктах от Цептывкара до Рязани, и вот называли еще Свердловской области мне в издательстве, это где-то 10-12 число начала продаж. И спрашивали, где будут еще автограф сессий, пока больше нигде, кроме того, что объявлено. То есть 11-го, 12-го, 13-го, 14-го в Москве и 15-го, 16-го в Питере. Расписание висит. Вот, что еще сказать? Ну вот до очных встреч стоит попрощаться и пообещать, что на те вопросы, которые, может быть, не ответил путем взаимной переписки, отвечу очень лично, потому что это все-таки странная ситуация, что же я буду просто писать и остальные будут смотреть, как я пишу. Конечно, будем про все про это говорить. Это я к тому, что спрашивают, а будете ли отвечать на вопросы? Конечно, буду. Так что до очных встреч. Счастливо. Еще раз спасибо всем.